Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Делаем абсолютно честный обзор на Крайслера К, которого вы можете взять себе в пределах аукциона, который сейчас в полном разгаре. Летний аукцион предлагает вам приобрести данную машину за 5,5 тысяч золота. И уже буквально через пару часов цена будет снижена до целых 5250. Целых 250 голды минус. И я не знаю, честно говоря, поможет эта Крайслера К хоть как-то начать продаваться или нет. Хотя в целом, ребят, какая-то часть машин уже, как вы видите, разошлась. Их было гораздо больше. Ну вот видите, допустим, тот же М4А1 до сих пор стоит на отметке 2930 тачек. Тогда, когда Крайслера начали уже покупать. Но мне почему-то кажется, что этого Крайслера покупают те ребята, которые абсолютно не разбираются в игре, не знают, что это за машина, берут либо просто потому что не в курсе, что данный аппарат не сильно играбельный и не сильно комфортный, приятный, я не знаю, там веселый, любые другие слова можно подбирать, описывающие Крайслер Ка и мое отношение к нему. Дело в том, что машина очень сложная будет для тех ребят, которые не умеют, допустим, играть на танках с задним расположением башни. Как правильно отыгрывать на таких машинах? Вы должны становиться обязательно ромбом, вы должны делать максимальную приведенную броню по борту, а здесь она действительно есть, с этим я спорить не буду. И вот если вы вот так вот как-нибудь проведете угол дома, за которым вы как будто бы спрятались, то откатываясь назад, вы должны чувствовать вот этот вот момент появления нижнего бронелиста. У вас сначала должно появиться орудие, а нижний бронелист остаться все-таки за углом укрытия. Тогда, ребят, ваш нижний бронелист, который вообще не имеет никакой брони, не будет пробиваться вашими соперниками. Ну а башня здесь действительно забронированная, поэтому в целом, если иметь определенного рода сноровку, на машине отыгрывать можно. Но все-таки эта необходимость придерживаться определенного набора правил, она очень сильно сковывает в боях. И в принципе все бои становятся однообразными. Что касается сравнения с другими машинами на уровне, стоит обратить внимание, что в целом я бы сказал, что он лучше, чем ИС-2Ш. Просто ИС он в чем-то хуже, а в чем-то лучше. Допустим, по пробитию он типа лучше, но не на много. Что касается Альфы, то он существенно преобладает над Крайслером. Что касается времени перезарядки, то здесь уже однозначно в лидерах будет Крайслер, а не ИС. Короче говоря, эти машины, я бы сказал, такие себе взаимозаменяемые, но плюс-минус с одинаковым геймплеем. Можно было бы долго искать здесь еще какие-то отличия или наоборот схожести с другими машинами на уровне, но здесь, ребят, такая простыня, что это будет больше выглядеть как высасывание какой-то псевдоинформации из пальца, поэтому даже не буду этим заниматься. Что касается скорости, машина я бы не сказал, что прям совсем вялоподвижная, как для тяжелого танка, но и особо бодро ее не назовешь, хотя 40 километров довольно неплохо и 16 назад. Почему 16 назад меня радует? Потому что если вы посмотрите на всю таблицу, а сейчас мы это и делаем, то есть только два танка, которые назад сдают лучше, и это способствует более приятной игре, вот тем ромбам, про которые я говорил. Что касается доходности, то стандартные 175%, что в принципе радует. Популярность, я бы сказал, никудышная, такая же, как и у ИСА, 122 человека играло на Крайслере, а ИС гоняло 70 человек. При этом, обратите внимание, эти 70 человек получили 50% по победам, а здесь 53 красуются, что говорит о том, что Крайслер Ка все-таки более играбельная машина, чем тот же самый ИС-2Ш. Все, что можно было обсудить про данную машину в сравнительных таблицах, в заценах по броне, в принципе, мы все обсудили. Я думаю, что имеет смысл обсудить с вами орудие, которое получается по ТТХ у вас тогда, когда вы ставите себе оборудование, амуницию и все необходимое. И здесь у нас получается время сведения довольно неплохое, 3,7. Разброс все-таки великоват. Что касается урона в минуту, далеко не фонтановое значение. Для тяжелого танка 8,8 секунды, это вполне приемлемое время перезарядки. Альфа 310, которая меня лично не радует. Была бы хотя бы, я не знаю, 340-360, было бы гораздо интереснее. А так, очень-очень не хватает порой вот этой вот Альфы. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 10, не спешите радоваться, это не в прямой проекции, это скидывая орудие на сторону. Ну что, все, что можно было обсудить, обсудили. Давайте попробуем выкатить этого товарища из ангара. Итак, друзья, нас скинуло на Балтийский щит, что меня, в принципе, не очень радует по одной простой причине, потому что карта прям полнится неровностями, а на данной машине, как видите, с учетом угла склонения орудия, это, ну, не совсем, не совсем в ее пользу. Попытаемся, в любом случае, что-то сделать. По подвижности, ребят, как вы видите, ну, приемлемо, приемлемо хорошо, я бы так это назвал. У вас не будет претензий к тому, чтобы куда-нибудь перекатиться. Что касается выцеливания на дальних расстояниях, то орудие в целом точное. Что касается времени сведения, то, безусловно, не хватает. Хотелось бы, как обычно, немножечко получше, но всегда хочется чего-нибудь более хорошего, чем то, что вам предлагают. Что касается комфорта, ну, я бы не сказал, что сильно комфортно. Опять-таки, это больше связано, наверное, с тем, что мы попали на карту, на которой прям полным-полно неровностей. По пробитию, ну, как вы видите, не получается у меня сейчас сделать хотя бы один удачный выстрел. Ну, наконец-то, хотя бы выгла седьмого закинул. И то, обратите внимание, что урон, я бы не сказал, что прям хороший. То, что я в него попал, это уже радует. А вот то, что я наношу всего лишь по 300, это не очень сильно радует. Занимая какую-нибудь вот такую позицию на небольшом холмике, который все-таки позволяет немножко ромбом приподняться наверх и таким образом отыгрывать от брони башни, в целом вы можете простоять достаточное количество времени для того, чтобы это было полезно в вашей команде. Но я имею в виду не просто стоять, а, безусловно, при этом еще там стрелять, попадать в кого-нибудь, делать чего-нибудь. В общем, каким-то образом свой вклад закидывать в победу. Ну вот сейчас, как вы видите, отсутствие полного сведения привело к тому, что по иглу седьмому я не попал на, я бы сказал, крайне-крайне небольшом расстоянии. Ну и опять-таки 300 единиц альфы. Хотелось бы, чтобы сейчас залетело, я не знаю, там, 360. В идеале, конечно, 400, но не знаю, не знаю, ребят, это, наверное, я уже зажираюсь. Хотя, согласитесь, вот так вот по 300 постоянно забрасывать, это не самый, не самый лучший вариант. Вот сейчас я буду пытаться, ну вот, делать то, о чем я говорил, становиться ромбом, не показывать свой нижний бронелист. Прячу его за камнем, становлюсь ромбом так, чтобы орудие выходило из-за камня раньше, чем появляется нижний бронелист. И вот в таком случае меня действительно будет не очень легко расковыривать. Пора отваливать назад, меня сейчас будут разбирать. Недостаток альфы привел к тому, что тот же самый Т-69, он до сих пор остается живым. Была бы у меня в руках какая-нибудь другая машина, да даже та же самая Химера, которая к тяжелым танкам не относится, то парня бы уже не было, он бы уже был в ангаре. Борта прошиваются, понятное дело, на ура, если вы становитесь бортом к своим соперникам. Что касается передней части, напомню, только нижний бронелист. Все остальное в целом может танковать, особенно если вы будете в правильной проекции стоять по отношению к орудиям ваших соперников. Ну что, досматриваем катку, смотрим на результаты боя, ну и будем подбивать итоги. Итак, друзья, поражение 1556 единиц нанесенного урона. Всему виной не только кто-то может написать в комментариях мои кривые руки, а еще и не сильно удобное орудие. Дело в том, что вот это время сведения все-таки долговатое, а точность без полного сведения не такая уж и хорошая. Мы сделали первое место в команде по урону, по-моему, это неплохой результат, с учетом того, что двое нижних товарищей вообще ничего за бой не сделали. Наше ли это поражение? Я бы не сказал, что конкретно наше. Это, скорее всего, поражение всей команды и вялая игра нижних трех союзников. Но в целом, ребят, Крайслерка и не является фундаментом, на котором держится победа. Я не могу рекомендовать данную машину к приобретению на аукционе, по крайней мере, за те деньги, за которые ее продают. Если и брать, то где-то за 4500 и то, ребят. И то просто для того, чтобы Крайслер стоял у вас и навряд ли вы будете часто на нем кататься. Вот это вот уныние и однообразие игры сугубо ромбом от каких-то неровностей, в смысле от неровностей, от каких-то укрытий и отсутствия комфорта игры на неровностях, это действительно очень сильно удручает. Именно поэтому, ребят, я и не рекомендую Крайслера Камп. Покупать или нет, здесь уже определяться вам. Мое дело показать абсолютно честный обзор на машину и высказать свое мнение по поводу соизмерения цены и качества. А там дальше, ребят, уже принимайте решение самостоятельно. Если вы за честность обзоров и я был вам полезен, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, ну и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я побежал снимать обзоры на следующие машины, которые есть на аукционе. Ну а вас, друзья, жду в гости и спасибо большое за просмотр. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.